Ярослав Гашек. Рассказ «Пятнадцатый номер». Читает Дмитрий Торновер. И у почтенных граждан бывают свои маленькие скандалы. Подобный скандал предшествовал свадьбе окружного начальника мужика. Окружные начальники обычно люди добродетельные. Окружной начальник мужик, беря в жены барышню Бурдову, даже краснел при разговоре о том, в какой гостинице они проведут ночь перед свадьбой. Жених, свидетели, невеста. Господин окружной школьный советник что-то нашептывал ему на ухо, а он с досадой отмахивался. «Ох, и что о нем люди думают? У каждого будет отдельный номер, у жениха, у свидетелей, у невесты». Барышня Бурдова тоже заливалась краской, когда ей что-то шептала барышня Лилингова. «Никогда. У каждого будет отдельный номер. У нее, у свидетелей, у жениха». Решили, что свадьба будет в Праге. Окружной начальник перед отъездом приказал позвать к нему канцелярского служителя и дал ему 20 крон. При этом господин окружной начальник держал к нему речь, чтобы тот выпил за его новое счастье, но не напивался бы, как свинья. Служитель пообещал, но, само собой, разумеется, слова не сдержал. Потом господин окружной начальник отправился в пивную и, выслушав в который раз щекотливые анекдоты, пошел к своей невесте и свидетелям. Свидетелей он нашел в черном платье и розовом настроении. Среди участников свадебного кортежа, отбывавшего в Прагу, царило веселье. Разместились они в первоклассной гостинице, где как раз начинал свою деятельность и слуга Ванечек. Человек необычайно добросовестный. Его обязанностью было чистить ботинки, и Ванечек оказался тем самым человеком, кто придумал новый метод, чтобы ботинки не перепутались, когда он брал их у пронумерованных дверей с видом усердного садовника, собирающего фрукты. Вел он себя при этом весьма достойно. Большим куском мела писал на каждой паре ботинок номер той комнаты, откуда их выставили, и, согласно этому номеру, утром вновь вставил ботинки перед дверью с важным и серьезным видом, ожидая вознаграждения. Надраивая ботинки, он обычно напевал в полголоса какой-нибудь военный марш. Как правило, он пел «Марширует Грэнный Вильк, прашный брани нашпацир» и в такт водил щеткой по ботинкам и туфлям. Ванечек мог бы порассказать немало историй, но был нем, как печи в номерах. Он умел хранить секреты, как хранят их ночные столики. Лишь порой при каком-нибудь воспоминании слабая усмешка скользила по его лицу, чтобы тут же исчезнуть в ваксе для ботинок. Вся его жизнь заключалась в чистке ботинок. Все его мысли кружились вокруг ботинок, и все воспоминания были неразрывно связаны с щетками, грубыми для грязи и нежными для наведения окончательного блеска. Ванечек был мастером своего дела. Когда по утрам он шел по коридорам, и у каждой двери ему улыбались сверкающие ботинки и туфли, побывавшие в его руках, то прямо отцовское чувство охватывало Ванечка. Из кармана он вытаскивал бутылку и основательно прикладывался. И сапоги, ботинки, туфли всплывали в его памяти, но он молчал об их владельцах. Лишь однажды случилась неприятная история, когда внизу в буфете зашла речь об одной чужеземной примадонне, и все стали превозносить ее прелести, искусство и красоту, и тут он вставил словечко, дескать, ноги у нее, как у слона. Но тут же замолчал, покраснил, уплатил деньги и больше в буфете не появлялся. Сегодня его порадовали новые гости. Окружной начальник заказал для каждого отдельный номер для себя, для свидетелей, для невесты. Сейчас они все внизу, в ресторане, ужинают, пьют веславское вино и смеются. Скажет кто-нибудь какую-либо глупость, и они так и заходятся от смеха, просто от того, что счастливы. В одиннадцать часов все отправляются спать. Каждый в свой отдельный номер. Жених, свидетели, невеста. В половине двенадцатого Ванечек собирает ботинки. Перед каждой дверью совершает свой обряд. Мелым пишет на подметках номер комнаты, идет дальше по коридору со своей добычей, и ровно в двенадцать уже быстро водит по ботинкам щеткой и тихо напевает. И вот наступает свадьба. Торжественное настроение царит в костеле. С грохотом подъезжают коляски. Бабки у дверей наводят критику. Окружной начальник с невестой приближается к амвону. Сам господин священник взял на себя заботу об этой роскошной свадьбе. Жених с невестой опускаются на колени. И когда они стоят на коленях, в этот торжественный момент все видят их подметки, а на них, на удивление всем, крупно написанный мелом пятнадцатый номер. Как у жениха, так и у невесты. По костелу проносится тихий шепот. Скандал, скандал. И у почтенных граждан бывают свои маленькие скандалы. Мы читали рассказ Ярослава Гашека, пятнадцатый номер.